Здравствуйте! С итогами дня программа «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Сегодня в выпуске. Элита вооруженных сил, новобранцы, воздушно-десантного подразделения приняли присягу на верность Отечеству. Вопросы, требующие решений. Представители транспортных компаний обсудили проблемы отрасли с главой государства. Чистая вода без перебоев. Первомайский ремонтирует систему водоснабжения. Кузница чемпионов Бендерская детско-юношеская школа Олимпийского резерва отмечает 60-летний юбилей. Пополнение в крылатой пехоте. 55 солдат, сержантов и офицеров стали частью военной элиты. Главнокомандующий вооруженными силами Приднестровья Евгений Шевчук лично вручил бойцам воздушно-десантного подразделения голубые береты и отличительные знаки. Никита Кондратов от дороги новобранцев в братство десантников. В строю 55 солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров. До элиты армии им рукой подать. Несколько строевых шагов предшествуют долгожданным словам. Добро пожаловать в братство голубых беретов. Служба десантных войска десантной роти почетная. Единицы наших граждан, ребят служат в данной роте. Поэтому уверен, что вы будете с честным и застоинством нести высокое звание десантника Приднестровской армии. Единственная дорога в ряды крылатой пехоты – путь с небес на землю. Без прыжка десантникам не стать. Ему предшествуют долгие часы подготовки, часы борьбы самим собой и своими страхами. Как правило, в нем служит наша элита, наше будущее. И, соответственно, идет особая подготовка. Подготовка направлена на совершение прыжков, на решительность, на смелость. Здесь действительно служат отважные и смелые волевые люди. Министр обороны Руслан Паулеско. В братстве голубых беретов четверть века. За его плечами 125 прыжков. Сегодня в рядах десантников он приветствовал сына. Преемственность поколений. Я горжусь своим отцом. Он для меня пример для подражания. И я с самого детства мечтал прыгнуть. И, наконец-то, этот день свершился, что я прыгнул, и я горжусь этим. Голубые береты – это синоним дисциплины боевой выучки надежности. Для них нет невыполнимых задач. Ведь кто, кроме них? Парашютно-десантное подразделение вернули в структуру вооруженных сил. По поручению президента Приднестровья Евгения Шевчука в 2014 году. Подготовке и экипировке уделили особое внимание. Теперь за плечами десантников – новые парашюты. Главнокомандующий вооруженными силами Приднестровья пообщался лично с родителями новоиспеченных десантников. Хочу поблагодарить, что у ваших сыновей есть сила духа. Выпрыгнуть с самолета на высоте около километра не каждый может. Ну и пожелаю им, чтобы они успешно всегда приземлялись, ничего не ломали, не дай бог, чтобы все были живые, чтобы у нас не было войны, чтобы мы никуда наши солдаты не посылали. Никто, кроме нас. Теперь для 55 новоиспеченных десантников – это не просто девиз. И за дня в день им придется доказывать, что они достойны носить берет. Никита Кондратов, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал. В минувшее воскресенье в Дубосарах отметили День танкиста. В России этот праздник был учрежден 70 лет назад. В Приднестровье его стали отмечать совсем недавно. Инициаторами выступили военнослужащие Миротворческих сил Российской Федерации. Для них это прежде всего возможность отдать дань памяти танкистам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В Дубосарах местом встречи танкистов разных поколений стал мемориальный комплекс «Курган воинской славы». Ветераны Великой Отечественной, военнослужащие Миротворческих сил России и Приднестровья, представители общественности, юнормейцы. В этот день все пришли к Кургану воинской славы с цветами, так как День танкиста – праздник, который объединяет наследников Великой Победы всего постсоветского пространства. Я пришел отметить День танкистов, ведь же я прослужил пять с половиной лет в танковых частях. Праздную сегодня День танкистов. Хотя я не служил в танках, как вы сказали вначале, но с танками прикасался уже в конце войны. И после войны приходилось. Мы сегодня сюда пришли, чтобы почтить память героев, которые ценой собственной жизни освободили наш край. Это очень памятное место для Дубасар, так как здесь велись ожесточенные бои. Курган воинской славы для Дубасар действительно место особое. В августе 44-го здесь велись ожесточенные бои. На высотке, где сейчас находится боевая машина танк Т-34, располагался командный пункт Запорожской хинганской стрелковой дивизии. Он руководил операцией на Кошницком плацдарме. На этом клочке земли сложили свои головы около двух тысяч советских солдат и офицеров. Не обошли стороной жестокие бои и Кошницкий плацдарм, в которых участвовала 135-я танковая бригада, где в ходе ожесточенных боев и погиб героический экипаж танка. Боевую машину обнаружили на дне Днестра юные следопыты только в 1968 году. В нем были найдены останки двух героев Советского Союза Григория Корнеева и Ивана Шипкунова, механика-водителя Константина Митрофанова и заряжающего орудия Александра Максимова. Их захоронили у подножия Кургана, а на высотке установили Т-34 как символ мужества советских солдат. У этого танка тоже непростая судьба. Отказывались войска принимать этот танк в связи с недоработками. Это было официальное решение. И только поведение руководства завода и конструкторов сумели доказать Ворошилову, что данный танк нужен. Что несмотря на то, что он имеет кучу недостатков, он дешев, он удобен к производству. В Курской битве наши бронетанковые силы переломили эту войну. И жизнь показала, что танк оказался действительно хороший. А самое главное, те люди, которые в нем сидели. Мы чтим память и передаем эту память. Особую благодарность выражаю ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм, военнослужащие миротворческих сил. Я благодарю вас за тот вклад, который вы вносите в поддержание мира на берегах Днестра. Более тысячи танкистов в годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня их славные традиции продолжают наследники Победы. Лучшие из них в этот день на освященном для всех дубосарцев месте были удостоены медалей за безупречную службу. Завершилось мероприятие возложением цветов к могилам советских солдат и торжественным маршем военнослужащих миротворческих сил России и Приднестровья. Ирина Палесик, Анжела Каранчук, Семен Баланко. Первый Приднестровский. Президент Евгений Шевчук принял представителей православного духовенства во главе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром. Владыка-метрополит в Приднестровье находится с официальным визитом. Подробности встречи далее. Исторический визит. Так в начале встречи президент Евгений Шевчук назвал приезд в Приднестровье патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2013 году. За помощь в организации визита глава государства поблагодарил митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. Действительно многие православные вспоминают об этом визите с определенным трепетом. Поэтому позвольте от имени православного большинства Приднестровья поблагодарить вас за участие в организации визита патриарха на территорию Приднестровья. Потому что это действительно исторический визит и он состоялся впервые в истории наших населенных пунктов. В ходе встречи обсудили текущие вопросы жизнедеятельности епархии. Один из главных – строительство и восстановление храмов на территории Приднестровья. Я хочу поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказываете церквям, монастырям Приднестровья. Я знаю от юга и до северо-запада, что вы строите, что вы делаете, сколько вы сделали. Конечно, хочу поблагодарить. Это вы делаете для людей, делаете для того, чтобы их сплотить, для того, чтобы их сблизить. Сегодня же в День памяти святых благоверных князей Александра Невского и его сына Даниила Московского президент поздравил архиепископа Тираспольского и Дубосарского Савву с 21-й годовщиной со дня архиерейской хиротонии – дня возведения священнослужителя в один из высших церковных чинов. За годы своего архиерейского служения вы внесли большой вклад в социальное служение, созидание мира в обществе и его просвещение. Вы неустанно призываете людей к любви, терпению, миру и общественному согласию. Помогаете им обрести и сохранить духовное богатство, православную веру. Вы прикладываете немало сил к налаживанию конструктивного взаимодействия со светской властью, представителями научной и культурной общественности, отметил в своем поздравлении президент Евгений Шевчук. Продолжаем выпуск. От гармонизации законодательства нашей республики с Российским до проблем с парковочными местами в столице. После одного из обращений в общественную приемную главы государства, президент Евгений Шевчук принял решение встретиться с представителями предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, обсудить насущные проблемы в отрасли. В возможных путях их решения в сюжете Александра Богатова. «Свою встречу глава государства начал с того, что поблагодарил представителей транспортных компаний и республики. Евгений Шевчук отметил, по данным госадминистрации городов и районов, на сегодняшний день количество перевозчиков, работающих легально, существенно выросло, что положительно сказалось и на увеличении суммы налогов. Продолжилась встреча обсуждением насущных вопросов, которые больше всего интересуют перевозчиков. Одним из первых стал недостаток парковочных мест в столице. «Я думаю, что вот этот механизм, который мы сегодня сейчас определили, когда глава государственной администрации примет ваших представителей, соберет инженеров по организации дорожного движения по городу Тирасполя, мы привлечем и республиканские структуры, чтобы они начали расшивку этих проблем, ну секторальные, я бы так назвал, взяли сначала там балку или центр города и так далее, и вместе вот этот элемент отрегулировать». Глава государства отметил, проблема нехватки парковочных мест и далее будет находиться на его личном контроле. В ходе встречи был затронут и вопрос правил перевозки пассажиров и багажа по территории республики. По мнению перевозчиков, правила устарели и должны быть изменены согласно сегодняшним требованиям. Главе государства доложили, Министерство регионального развития работу в данном направлении уже ведет, и в скором времени вопрос будет решен. По распоряжению президента вопрос должен быть решен в двухнедельный срок. «Я хотел бы попросить, чтобы сразу изначально обратили внимание, что если есть какие-то положения, которые будут обуславливать необходимость увеличения затрат или еще что-то, то эти пункты должны быть введены в действие хотя бы через год, через два, через три. А все остальное, то, что можно реализовать сразу, нужно принимать однозначно в нормативном правом акте». Еще один вопрос, который больше интересует таксистов – это ежегодные экзамены, которые сдают водители легковых машин с установленным газобаллонным оборудованием. В ходе встречи Евгению Шевчуку рассказали, в других странах, в том числе и в России, водителям достаточно разрешительных документов на пользование данным оборудованием. «Нас обязаны каждый год проходить в учебном центре обучения. Посты и водители проходят раз в три года. В других странах вообще просто требуют на опрессовку документа и все, на любой заправке. Никаких удостоверений не требуют, ничего не нужно». Президент отметил, все вопросы, связанные с гармонизацией с российским законодательством, сегодня должны решаться в первоочередном порядке. «Давайте мы применим российские правила, вот как там написано. И я думаю, что они учитывают и элементы безопасности, и какие-то другие. Поэтому мое поручение будет заключаться в следующем. В течение суток наши правила в этой части привести в соответствии с российским». Более часа президенту рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются перевозчики республики. Поручение о поиске решений на большинство озвученных вопросов Евгений Шевчук сразу же направлял руководству профильных министерств и ведомств, которые находились в зале, где проходила встреча. «Я житель города Террасполя. То есть я беру местный патент и таксую. К примеру, я взял людей, допустим, из центрального рынка города Террасполя, и люди садятся к мне и говорят, нам нужно ехать в Суклее. По идее, мне как бы запрещено ехать с людьми в Суклее, так как у меня местный патент. Я не имею права уезжать. Почему, допустим, не увеличить радиус завершения заказа до 15 километров? То есть, допустим, покрыв все села, близлежащие, прилегающие к Террасполю». Президент отметил, в данной ситуации для индивидуальных предпринимателей должны быть сделаны определенные исключения. «Давайте сделаем так. Тоже запомните себе и определите для Террасполя, что индивидуальная предпринимательская деятельность в этой сфере регулируется некоторыми осознанностями, которые должны включать, что за пределы Террасполя, там 10 или 15 километров, сам определить технические нормативы. Возможно, по Террасполскому патенту вывести пассажиров для того, чтобы выполнить функции перевозки в полном объеме». По итогам мероприятия глава государства пообещал взять под личный контроль все вопросы. Евгений Шевчук также отметил, о результатах принятых решений перевозчиков будут информировать и в дальнейшем. Александр Богатый, Егор Бекерский и Евгений Свили, Первый Приднестровский телеканал. Сегодня на валютном акционе ПРБ спрос составил более 32 миллионов в долларовом эквиваленте. За счет обязательной продажи части валютной выручки Центробанк смог предложить 200 тысяч долларов США. Механизм распределения денег, который был определен представителями банков ранее, а именно 30% валюты разделить поровну между всеми участниками торгов, а остальные пропорционально поданным заявкам, подвергся критике со стороны Агропромбанка. Его представитель предложил разделить пропорционально заявкам не 70%, а всю сумму. Это предложение не нашло поддержки, и валюта была распределена по действующему механизму. Большая часть предложенной валюты продана Агропромбанку 130 тысяч долларов, Тироспромстройбанку почти 13 тысяч, чуть более 14,5 тысяч банку ипотечный, Эксимбанк получил 22,5 тысячи и Сбербанк купил без малого 20 тысяч долларов. Вода дороже золота. Необычное сравнение сделала жительница села Тея. Женщина обратилась в общественную приемную президента с просьбой о помощи в решении вопроса с водоснабжением. По ее словам, из 11 колодцев вода есть только в одном, и добраться до него нелегко. Ситуацию под личный контроль взял глава государства. В адрес общественных приемных в месяц поступает более 200 обращений. Люди звонят, приходят лично. Просьбы звучат разные, и не всегда они носят частный характер. В последние дни начали поступать критикевные обращения. Так, например, в селах Тея-Токмазея обратились граждане с проблемой о том, что централизованным водоснабжением плачено 1300 домового денег. Необходимо еще обеспечить водоснабжением 280 домового денег. Суть проблемы Евгений Шевчук решил выяснить напрямую. Звонок президента для женщины стал неожиданностью. Алло, добрый день. Добрый день. Наталья Павлотоновна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоят Шевчуги в Вене-Российске? Да. Я хотел бы с вами обсудить одну тему о том, что есть проблема в селе Тея-Гагаровского района по воде. Не могли бы... У нас тут по центральной улице, по Ленина, у нас 11 колодцев, я посчитала. И все высохли только один колодец там. И люди таскают воду бетонами на тачках. И зимой еще люди собирают снег. И вот этим снегом они готовят и стирают, и все. И очень трудно нам. У нас вода дороже золота. Помогите, Евгений Васильевич, пожалуйста. Вопрос с водоснабжением в селе глава государства взял под личный контроль. Тут же последовал звонок в Министерство регионального развития. Руководителю были даны соответствующие поручения. Предложить мне, в какой срок максимально мы можем сделать проект по обустройству водой этого микрорайона, если мы деньги найдем в ближайшее время? Хорошо, Евгений Васильевич. Давтра, я думаю, может быть, в конце дня уже будут готовы информации полностью. Как отметили на совещании, с приближением осенне-зимнего периода, все больше обращений, около третьих, связаны с подготовкой к отопительному сезону. Есть определенная беспокоенность с готовностью к зимнему отопительному сезону. Более того, как известно, часть прибыли этих предприятий пытаются изъять. И люди беспокоятся, смогут ли наши группы предоставить, как и в прошлые годы, своевременные качественные услуги по теплу и по водообеспечению и по электричеству в зимний период. Поэтому я хотел бы попросить вас и поручить вас подготовиться. Мы с вами объедем ряд предприятий ЖКХ и определим степень готовности к осенне-зимнему сезону. Может быть, определим, какие еще стоят задачи, чтобы мы могли успеть до зимы тоже что-то сделать, для того, чтобы мы провели осенне-зимний сезон без сбоев, без аварийно, как мы проводили его в недавние периоды. И хотел бы, чтобы были подготовлены ряд специалистов министерства. В объезд мы осуществим вместе с вами и с их участием, для того, чтобы решать технические вопросы прямо на месте. Отметим, что общественные приемные президента есть во всех городах Приднестровья. Обращения граждан рассматриваются в максимально сжатые сроки. На сегодняшний день, по словам сотрудников, порядка 60% вопросов решены. Ирина Полесико, Роман Донец, Евгений Свиле, Первый Приднестровский. Игра очередного тура чемпионата Слобозейского района для футболистов команды Степны и Витязи стала особенной. И дело вовсе не в результате матча или в сопернике. Что было необычным, расскажет Ольга Гаврилова. Перед началом нового сезона новую спортивную форму презентуют известные футбольные клубы и национальные сборные. Это мировая практика. В этот раз она коснулась и футболистов из села Фрунзе Слободейского района. Но только новой амуниции они ждали не сезон, а несколько лет. Это как выйти, образно говоря, военному. Почему идут милиции, почему идут военные дела. Форма. Так и футболисту. Форма дает большую фору, дает лучшие возможности играть, чувствовать себя более раскрепощенными. И форма, получается, мы ее название вписываем в форму, сзади написано «Степны и Витязи». Она считается, наверное, как знамя любого полка. Когда-то Слободейский район славился футбольными традициями. Здесь есть талантливые ребята и сейчас. Они умеют и хотят играть в футбол. Но для того, чтобы участвовать даже в районном чемпионате, им необходима была экипировка. С этим помог президент республики. Вам спасибо, что вы остаетесь все-таки на своей земле. Как говорится, любите родину по-своему. А каждую любит по-своему. В том плане, что кто-то достигает успеха в политике, кто-то достигает в труде. Вы через спорт показываете свою любовь своему району, своему государству. У ребят есть форма, снаряды и огромное желание вернуть былую футбольную славу своему району. Так, потихоньку. Думаю, возобновиться здесь. Этот футбол, что был раньше. Благодаря помощи Евгений Васильевич помог. Спасибо. Ну вот, будем стараться. Сейчас команда «Степные Витязи» из села Фрунзе выступает в чемпионате Слободейского района. С каждым годом он набирает обороты. Если в прошлом сезоне было заявлено 8 команд, то в этом уже 12. Ольга Гаврилова и Юрий Прошичев. Первый Приднестровский телеканал. Чистая вода с подачей без перебоев. Еще несколько месяцев назад говорить об этом жителям Первомайска не приходилось. Из крана лилась ржавчина, а до верхних этажей вода и вовсе не доходила. Давления не хватало. Сейчас ситуация изменилась. Старые трубы заменили. Улица Садовая, поселок Первомайск. Дома здесь преимущественно многоэтажные. Жители рассказывают, с водоснабжением были большие проблемы. На старых водопроводах трубы были ржавые, уже накипь и вода была с осадком. Другие отбывали, что из-за застоя маленькие чавички проходили. Строили трассу еще в советское время. Находилась она на балансе местного ЖЭКа. Капитальный ремонт не производился. Более того, после передачи объекта предприятию водоснабжения и водоотведения, выяснилось, что даже схемы расположения труб нет. Специалистам пришлось чертить ее заново, следуя от коллектора к коллектору. Насчет порывов что? У нас порывы были частенько, потому что трасса старая, и все уже чеканки были гнилые. Часто, как повыросло давление, сразу у нас были порывы. Трудно было подать воду на 9-10 этажи. В прошлом году два порыва было 31 января. Пол 11 мы закончили последний порыв в годы 24 дома. В поселке у водоканала свыше 2,5 тысяч абонентов. Из них 760 живут в частном секторе, остальные – жильцы многоквартирных домов. Протяженность всей сети – 80 километров. К замене труб приступили в июне этого года в рамках инвестиционной программы. Масштабную работу выполнили своими силами. Что важно, предприятие перешло на новую систему очистки воды. Вместо хлора теперь используют ультрафиолет. Мы сделали ремонт плараторный и установили такой агрегат, ультрафиолетовый, для того, чтобы вода очищалась. И я думаю, что это наиболее современная установка. Оборудование автоматизировано, оно работает самостоятельно, без вмешательства, есть пульт управления. Коснется модернизация и насосной станции. Необходим демонтаж старого оборудования. Кроме того, за счет сэкономленных средств на ремонте трассы по улице Садовой, водоканал планирует приступить к аналогичным работам по улице Ленина. Если позволит погода, признаются мастера, работы произведут до конца года. Ирина Полесико, Павел Божонко, Первый Приднестровский. В Бендерской специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер один 60 лет. Воспитанники учреждения, победители республиканских международных турниров, призеры чемпионатов Европы и мира. Как поздравляли школу с юбилеем, расскажет наш корреспондент. Приказ об образовании первого спортивного учреждения города датируется августом 1956 года. Однако учебно-тренировочный процесс начался в сентябре. Бендерская детско-юношеская школа Олимпийского резерва существует уже более полувека. За шесть десятков лет она воспитала немало чемпионов. За шестьдесят лет у нас становились и чемпионами, и призерами чемпионатов Молдовы, чемпионатов Приднестровской и Молдавской республики, финалисты чемпионата Европы и мира, призеры чемпионата Европы были. Если вспомнить Советский Союз, то у нас были и призеры Олимпийских игр. Из стен учреждения вышли сотни спортсменов. Многие сегодня посещают школу, но уже в качестве тренеров. Как отмечают руководства, с каждым годом число воспитанников растет. Сегодня их уже триста. Вместе с тем увеличивается количество наград. Переподавательский состав очень замечательный. Педагоги все с большим опытом работы. И видно, у меня ребенок два года занимался, но даже после первого года уже было видно, насколько ребенок изменился. Обязательно я стану самым лучшим спортсменом. Нужно стараться, добиваться своих успехов, идти к цели. У нас здесь знакомая, она работает в спортивной школе. И она нас пригласила, и мы пришли посмотреть и поздравить всех. Яркий номер от воспитанников школы. Один из подарков гостям праздника. Поздравить школу с юбилеем прибыли представители власти, сотрудники управления по спорту и не только. И всегда будет стоять очередь и из тренеров, и из будущих спортсменов. Ну и имена ваших выпускников будут прославляться на Олимпийских играх. Всего вам самого лучшего. Руководство и трудовому коллективу спортивной школы вручили грамоты и благодарственные письма. В четырех отделениях школы упорно трудятся более 20 преподавателей. Трое из них заслуженные тренеры Приднестровья. Особенный день. Сегодня у нас 60 лет в спортивной школе. Первой спортивной школе Министерства просвещения Молдавска СЭР на территории города Бендер. Особое волнение только потому, что я 11-летним ребенком тоже пришел в отделение волейбола. Громкие аплодисменты в адрес ветеранов спортивной школы. Почетные ленты и грамоты получили 8 человек. Своё мастерство зрителям продемонстрировал и молодой тренерский состав учреждения. За 60 лет существования Бендерская специализированная детская и юношеская школа Олимпийского резерва неоднократно доказывала свое право считаться первым спортивным учреждением города. Коллективу и воспитанникам школы желали развития новых творческих проектов, спортивных успехов и долголетия. Ольга Голованова, Анна Денисова, Евгений Никонов. Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости. Все материалы есть на сайте нашего телеканала. Прямо сейчас о погоде на завтра. 13 сентября. В Москве малооблачно. Ночью плюс 7. Днем плюс 15. В Киеве также малооблачно. Ночью 15. Днем 27 выше 0. В Кишиневе ясно. Ночью 20. Днем 30 градусов тепла. В нашей республике, по информации Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха по северной республике ночью плюс 12-14. Днем 27-29 градусов тепла. По югу ночью 13-16 выше 0. Днем 28-30 со знаком плюс. Последующие сутки без осадков. Понижение дневной температуры воздуха. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники «Хай-Тек». Такими событиями запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на Первом Приднестровском. Субтитры создавал DimaTorzok